И в момент, когда вы сдернули, вам нужно уже работать. Поэтому, когда я сделаю, я сначала к себе, а потом изменяю от себя. Но можете и так попробовать. К себе и от себя под углом. И сразу же выходите сюда мах и в обратную сторону мах. Но только отпускайте. Я сейчас отпустил его стопу, чтобы я ему не порвал стопу. Всем привет! Сейчас мы рассмотрим пару вариантов защиты из положения лежа. Так, ладно, я должен упасть, но я тебе не дам такой возможности. Предположим, я упал. Итак, смотрим. Когда к вам подходит человек, первое, что вы должны сделать, это поджать ноги. Первое. И отбивать по чувствительным частям. В основном это берцовая кость. Если уже вы пропустили этот вариант, что уже как подошел к вам, ну вот пока рассмотрим такой вариант, когда вот в таком положении вы пытались защититься, но он уже успел подойти. Здесь что мы делаем? Если у вас передней ногой, и вы в таком положении смогли своей стопой, мы как бы прижимаем его стопу, этой ногой чуть-чуть сдергиваем ударом в коленном изгибе. Ударом. Можно, конечно, так попробовать, но есть вероятность, что он перенесет на ту ногу. При ударе у него масса на эту ногу перейдет. И в момент, когда вы сдернули, вам нужно уже работать. Смотрим еще раз подробно. Это вариант, мы не рассматриваем, а если вот он в голову вам ударит, мы рассматриваем, когда вы упали, и вы видите противника. И вы каким-то образом, мы сейчас смотрим разновидность, смогли подобраться к моей внешней стороне, к его внешней стороне. Смотрим медленно. Вот видите, нога, вот зацеп прошел. Я не просто ногу поставил, чтобы он через нее перецепился. Вот работа. Я вот этой ногой, вот я как бы куда смотрит колено, туда я его издергиваю. Если я начну сразу вбок, то вероятность того, что он просто изменит положение, большая. Поэтому, когда я сделал, я сначала к себе, а потом изменяю от себя. Понятно, что масса у него почти в два раза меньше, чем у меня. Но тем не менее. Итак, смотрим. Если вы каким-то образом оказались там на земле, ударили вас там, или еще что-то произошло, упали. Смотрим. Сначала отбивайте по ногам, пытайтесь. Вы не лежите, вот так отбиваетесь. Вы сразу поджали подбородок, чтобы вы головой не ударились. И при падении вы, когда падаете, поджимаете. Выходите чуть-чуть на бок, потому что так у вас будет большой рычаг силы. Здесь вы к себе, лучше ударом, конечно, можете и так попробовать. К себе и от себя, под углом. И сразу же выходите в стойку. А если он еще ближе подошел? Опять он ударил вас. Подошел. И вот вы уже профукали. На самом деле задача ваша, как можно ближе быть. Чтобы у него не было размаха на удар. Еще раз. Вот возня началась. И вы уже теперь не этой частью, а бедром подошли. Вот. Грубо сказать, ваш центр тяжести как можно ближе подошел к его ноге. Мы рассматриваем вот эту ногу. Я не смогу на эту ногу воздействовать никак. Здесь принцип такой же. Только теперь две большие мышцы, два больших сустава работают. Смотрим. Возились мы с ним. Возились, возились. Откинул. Все. А! Подошел, он меня бьет. Он даже успел ударить немножко этим самым. Задача ваша. Также я, получается, точно так же прижимаю, прижимаю его стопу, только я прижимаю своим телом. Видите? Вот я поджал его. Эта нога он зафиксировал еще. Вторая нога, она зачастую будет до колена доставать. Видите? Сюда мах и в обратную сторону мах. Но только отпускайте. Я сейчас отпустил его стопу, чтобы я ему не порвал стопу. Вот таких два нехитрых, скажем так, способа. Выведение из равновесия, из положения лежа. Но при условии. Вы сейчас скажете, да кто так будет бить? Да понятно, что так не будет бить. А как вы научитесь на скорости, если вы медленно не попробуете? Если вы не понимаете принципа, вам не поможет скорость. Вы просто будете крутиться, будете получать и так далее и тому подобное. Еще раз давай зафиксируем. Первый вариант. Смотрим. Сейчас. Это мы рассматриваем, когда все-таки все мы помним, что нужно выходить на внешнюю сторону. Даже если бить, мы чуть-чуть подбили, чтобы он на эту ногу встал. Все, я встал. Я могу и с этой ногой работать, но мне придется центр тяжести переносить на вот эту ногу. А как центр тяжести перевести, чтобы сработать на ногу? Я на нее начинаю как-то воздействовать. Что такое вектор сил? Вот один раз рассказываю, и это будет прямо понятно, как все работает. Вот видите колено? Вот куда колено смотрит, в данном случае оно сюда смотрит. Вот это и есть вектор силы. Туда можно тянуть. Так же и с локтями. Вот куда локоть? Вот сюда локоть смотрит, значит это вектор силы. Сюда смотрит, значит сюда вектор силы. Именно по косточке определять вектор силы. Мало об этом говорят, все говорят вектор силы, вектор силы. это не что иное как направление точки приложения то есть куда смотрит косточка в данном случае вот локтевая туда и поворачиваем сюда и биомеханика работает по векторам здесь колено смотрит вот он стоит колено смотрит сюда поэтому я сначала как бы к себе его как бы вот так вот себе а потом под 45 от себя и сразу же встаем самый лучший конечно вариант это как можно ближе оказаться возле его ног чтобы не расстояние он вас бил на земле да а вы подкатывались на удар если вы подкатитесь под ноги вот неважно как вот здесь у вас уже все равно будет возможность работать не давая возможности ударить второй раз здесь подкатили схватили можно тут по наносить удары если у вас есть такая возможность но лучше убираться отсюда смотри вспоминай какой ногой какой ногой я фиксировал просто картинку вспоминай как или же россия на боку лежал так нет я карася вот той ногу да 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 вот этой ногой так удобнее будет на себя да и что делать ногами работать еще раз я тебя выявила завтра на навесе я раз бросил тебя каким-то объект не нету ты не сработаешь а куда тут работать будешь ты должен понимать биомеханику ног как тебе удобно на боку зафиксировал только в стенку меня не влепи все смотри но смотрите ты подбиваешь смотрите типа чиркну а ты подбивал сейчас поперек поперек я еще устаю а если ты вот так вот так вот душ подтягивать подтягивание и сразу конце до подхватывать вот теперь ближе ты понял да что этой ногой захват этой ногой захват вот внешняя сторона картинка вот такая мы один только мы рассмотрим один из вариантов ток зачем такой высокий тебе вот зачем ты вот такой размах делать как только ты размах все работ ты просто ногу подтянул так легонечко если попался я уже все я как на крючок в направлении вот здесь надо вот видишь куда вектор то есть вот чтоб ты вперед пока ты не сделаешь вот этого переноса с вот этой ноги на вот эту массы ничего не получится здесь нужно чтоб я поплыла масса уже тогда ты просто эту массу подхватываешь и на боку водишь а чтобы она по плату должен вот таким чиркающим движением по вот поэтому саму сбивать ты пробуды от возле тебя тут пытайся от стоп все я попался но вот сейчас я в удобном положении и сейчас у тебя все равно вот здесь и туда да а ты сейчас не туда да и вот так работает в этом тайге в этом-то и хитрость нужно посмотреть по ситуацию сейчас была совсем другая ситуация ты правильно выкрутился вот я жестко стал вот эту что-то возлю с тобой все жесткости ничего не а почему а ты а ты уперся в мою ногу ты меня усилил конструкцию а ты должен подрезать мне 100 нет не прокатит еще раз здесь объясняю чтоб ты не изменил вектор силы если ты изменишь его тогда пойдет все жестко стою а чтобы жесткость убрать жесткость к ну легонько жестко как убирать удар а ударом и вот сейчас был правильный удар по вектору теперь второй вариант вспоминать все то же самое только я чуть ближе к тебе зашел все тоже сам только коленом делать то же самое коленом тоже самое абсолютно да а коленом да крути крути и ногами добивайся 5 не бил и уходи возня возня а тут уже ты неправильно что ты будешь делать здесь при такой ситуации а ты уже изначально ты сгруппировался неправильно и схватить и мы с тобой бы где входить хоть и держите крепко держит крепко держи очень крепко вот схватил и дальше схватился вес у тебя не тот чтоб хвататься твоя задача вообще от меня избавиться поэтому началась возня возня вот нет и пока не делаешь это я говорю от ситуация вот встала такая ситуация все я близко все стоп стоп подожди стоп вот посмотри медленно ты поперек пытайся сломать ты не сломаешь я устойчиво стык ты опять коленом не сдернул сидел вот видишь ну то там уже ты можешь и болевые аккуратно все 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 если ты так зажал ты думаешь и болевой там как ты сейчас сделал не дал мне не дав не дал не дала я подошел стоп а вот сейчас ты можешь ты уже колена нету значит также становишь ногу все это не донет и растягивайся вспоминай что вот ты алгоритм даже не выполнила вот почти а зачем ты смотри ты вверх зачем поднимаешь колено мы вот такой вариант сработать если центр тяжести изначально был а если его нету ты должен его сам подбивом вот этим перенести сюда ногу 1 1 до такой вариант колена нету сейчас вот вот подошел я каким-то загадочным образом все все то же самое только ты не ломаешь колено вот сюда петлю вот вот она видишь вот она петля видишь сильнее зайти но ты должен почувствовать как ты вот шарнире меняешь центр тяжести вот а сейчас ты все ты ты вот в линию в одну вытянулся а мне ничего не сделал я удобно стою почему ты поперек пытайся не будет здесь работать не сдернул не сдернул вот и все итак мы рассмотрели всего лишь два ну скажем так а на самом деле один принцип при работе лежа понятно что здесь будет куча вариаций писать нам что а если вот я в голову ударим и рассмотрели конкретно для этой ситуации но она может вам помочь и желательно когда вы будете писать комментарии чтобы вы пометили в комментарии пробовали вы это сделать или нет иначе тогда это просто бессмысленный комментарий будет лежа на диване да вот это работать не работать вот хотелось бы я уверен что смотрят те которые занимаются спортом который где-нибудь спортзале попробует скажем так эти принципы это даже не прием это принцип который кучу приемом вам позволит самим додумать доделать зависимости от ситуации но принцип будет такой всем спасибо всем добра чтобы он через нее перецепился я поставил задыхайся сейчас все надо худеть ну понятно сначала проходи вокруг меня как коршу хорошо когда ты весишь в два раза больше все 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 ты хочешь на память оставь я это не вставлю когда-то ты будешь понимаешь ты хочешь на память оставь я тебя душе ху тюрьки пуп поделег Камаль ваше новое впрочем Субтитры сделал DimaTorzok